Здравствуйте! В эфире программа «Жесткий разговор». 10 сентября этого года в Крае пройдут масштабные выборы. Будет избрано более 6 тысяч депутатов муниципального уровня, а также 162 сельских главы. Понимаем ли мы, избиратели, чем занимается власть на местах? Почему в одном районе строят новые объекты, а в другом думают, как бы сохранить то, что есть? Можем ли мы с вами участвовать в управлении наших сел, городов? Или только выбирать тех, кто будет управлять? На эти темы будем говорить с нашими гостями. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях президент Алтайской краевой общественной организации потребителей коммунальных ресурсов и услуг Краевая ассоциация жилищного самоуправления Дмитрий Оленчкосов. Здравствуйте! Здравствуйте! Заместитель председателя комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству фракции «Единая Россия» Игорь Ильич Панарин. Добрый вечер! Добрый вечер! Главный специалист жилищного отдела управления по ЖКХ, Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, Ксения Викторовна Исмаилова. Добрый вечер! Добрый день! И руководитель фракции «Справедливая Россия» ВКЗС, член комитета по местному самоуправлению Александр Владимирович Молотов. Здравствуйте! Добрый вечер! Давайте, дорогие друзья, мы с вами прежде чем будем говорить о самоуправлении, о власти на местах, поймем, а что это такое? И какая она должна быть идеальная власть на местах? И, наверное, Александр Владимирович, этот вопрос я адресую вам, как представителю профильного комитета. Спасибо, Максим. Если говорить о юридическом понятии местного самоуправления, то оно закреплено в 131 законе, то есть законе об общих принципах местного самоуправления. Там сказано, что местное самоуправление – это форма народовластия, обеспечивающая самостоятельную под свою ответственность решение населением муниципальных образований непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. Это очень хорошо, что вы наизусть знаете законы Российской Федерации. Это меня очень-очень радует. На человеческий переведите. Если говорить по-простому, то местное самоуправление – это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению. Это уровень власти, существующий в городах, районах, селах, поселках. Именно этот уровень власти занимается обеспечением удовлетворения потребностей населения в сферах, отнесенных к ведению муниципальных образований. То есть это и благоустройство, и озеленение, и электротеплогазоводоснабжение, и архитектура, и многие-многие-многие другие вопросы, которые закреплены за муниципалитетами в 131 законе. Хорошо. Игорь Ильич, вы согласны с мнением, я сейчас даже специально не буду говорить кого, чтобы вас не наводить на правильный ответ, но тем не менее, с мнением, что именно власть на местах, она и является лицом государства для простых людей? Безусловно, согласен. Ну, собственно, об этом говорил Владимир Владимирович Путин, да, я поэтому так и не стал сразу же говорить, чья это цитата. А на ваш взгляд, вот сегодня у нас в городах, в селах именно Алтайского края, какое лицо у власти? Как эту власть государственного уровня, регионального уровня через муниципалитеты видят люди, на ваш взгляд? Вы знаете, по-разному. В разных муниципалитетах, вот, самый у меня округ состоит из четырех районов, даже в масштабах, то есть, с одного округа, то есть, как бы чувствуется разное отношение, то есть, как бы людей. И, конечно же, это зависит от того, насколько эффективно власть решает те вопросы, те задачи, вот, которые в рамках 131 ФЗ, значит, на нее возложены, значит, которые каждодневно, то есть, возникают на местах. В зависимости, насколько успешно решаются эти вопросы, настолько и отношения жителей, конечно же, к власти. Все-таки, продолжая вопрос кадров, я бы хотел привести в пример другую цитату нашего министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова, он как раз на деловом засыпке Сбербанка я произнес на Питерском экономическом форуме. Буйных мало. Собственно, цитата очень короткая. Вот. А то, что сегодня очень мало буйных деятельных людей. Просто никто не изъявляет желания баллотироваться. У нас на сельском уровне, на поселенческом, мы не можем набрать депутатский корпус. У нас депутаты представительных органов районов уходят либо сами, либо по представлению прокуратуры, поскольку они не сдали вовремя сведения о доходах. И сейчас это является основанием для срочного прекращения полномочий. У нас тотальный, огромный кадровый голод. Да, может, в администрациях работают представители, особенно близлежащие, но на самом деле вопрос в том, что очень мало людей и очень мало людей высокопрофессиональных работ в муниципалитетах. Зарплаты копеечные. У меня масса студентов, то есть начинает с муниципалитетов. И они жалуются на самом деле на все это. Поэтому не могу согласиться с тем, что кадровые проблемы уходят. Они усугубляются, поверьте. Я только один вопрос. Если, и это опять же говорят специалисты федерального уровня, и говорят о том, что муниципалитеты являются кузницей кадров для регионов, и вот у нас есть хороший, прекрасный, чевательный, живой пример Ксения Викторовна, которая работала в муниципалитете и пошла работать в регион. Регионы многие тоже, в случае, являются кузницей кадров уже дальше на федеральном уровне. А там-то где их брать? Это и дело, что это вопрос. Особенно на сельском, поселенческом уровне. Да, конечно. Мне кажется, что брать их надо откуда? Из народа. Народ же хочет лучше жить, наверняка хочет. Я, например, хочу. Люди, соответственно, должны проявлять инициативу. Вот, спасибо. Я подумаю на этот счет, наверняка. Но пока что я побуду, наверное, все-таки здесь. И здесь вопрос, Дмитрий Олегович, будет к вам. Вы, как президент, ну я давайте коротко скажу, Краевой ассоциации жилищного самоуправления, то есть вы общаетесь напрямую с гражданами активными, у которых, ну простите за тавтологию, активная гражданская позиция. Они хотят сделать жизнь лучше, они просто хотят, они ее делают. Я правильно понимаю? Ну, я бы поправил. И с активными, и безактивными. С той целью, чтобы как раз их активизировать к той деятельности, чтобы она приносила плоды, в том числе благоустройство наших дворов. Поэтому приходится объяснять и рассказывать, почему, для чего это делается. Там те или иные шаги, законодательство и так далее. Конечно, безусловно, да. А давайте так, на ваш взгляд, кого больше у нас? Активных или неактивных? Я бы сказал неактивных. Неактивных граждан? Да, все-таки неактивных, потому что я беру обычный процент. Меня приглашают на собрание, я прихожу, общедомовое собрание, и там 15 человек. Дом большой, многоквартирный. Ну, даже 4 подъезда, условно. Да, ну, пусть так. То есть, ну, вот и смотрите, выводите проценты. То есть, небольшое количество. Конечно. Единственное, что количество людей возрастает, когда есть проблема. То есть, возникла определенная проблема, вот тогда люди вспоминают, что надо бы как-то нам объединиться и сообщать, решать эту проблему. И, наверное, поначалу не всегда конструктивно. Но это совершенно другая тема. А скажите, а возраст у активной группы какой? Это 25-30 лет? Это за 50 в основном такая категория. Даже, я бы сказал, 50-60. Это люди, в основном, которые вышли на пенсию, и они, я так понимаю, может быть, свободное время имеют, а может быть, и сознательность выросла к тому периоду. Но вот они действительно активны. Вот, Александр Владимирович, это вам ответит на вопрос, почему я не иду в муниципалитеты? Подождать 30 лет надо, да? Ну, конечно, давайте с вами подождем, и я пойду, и все будет в порядке. Мы с вами сейчас в основном про сельские поселения говорили. Скажите, на ваш взгляд, в городах проблема как-то отличается? Или она идентична? Кадровая, финансовая? Кадровая? Не, ну ситуация получше, конечно, в городах, безусловно, но проблемы тоже существуют. Тоже существуют? Естественно, в меньшей степени, но они есть. Мне кажется, что здесь, да, в городе как-то будет попроще. Мне кажется, здесь все-таки и, учитывая инфраструктуру, то количество обязательств, которые возложены, и непосредственная близость руководства, оно, видимо, не дает спать нашим чиновникам, и они работают. Вы имеете в виду сейчас город Барнаул? Да. Город Барнаул, да, потому что у нас есть еще Каменаби, Рубцовск, Бийск и так далее, а там близость того руководства, о котором вы ведете речь, она немножко дальше. Игорь Ильич, на ваш взгляд, все-таки как обстоит ситуация в городах, насколько у нас активны муниципалитеты, насколько тяжело с кадрами? Да вы знаете, что кадровая проблема, что вот мы говорили про жителей, все-таки зависит от того, действительно, насколько инициативны будут люди, насколько стремление будет у них во всем. То есть, как бы сделать лучше свой двор, свой дом, стремиться, то есть, как бы на работе ответственно работать, то есть, как бы делать свое. Я могу сравнивать, потому что большую часть, допустим, своей рабочей деятельности все-таки я трудился в городе. Сейчас я представляю четыре сельских района, значит, я уже настолько сроднился с ними, зная проблемы этих районов, и, в принципе, скажу, что перекликаются эти проблемы, понимаете. Ну, где-то различается чисто вот от менталитета сельского, допустим, и горожанина, допустим. Ну, это небольшое, то есть, проблема, она все равно есть. Даже если мы заговорили вот о проблемах, то есть, кадровых, да, вот у меня в территории, как я уже говорил, четыре района. И есть, которые выделяются, не буду озвучивать сегодня, то есть, этот район, он лидер у нас по показателям, по всем финансо-экономическим в крае. То есть, ну, там действительно, там работоспособная команда, там целеустремленный руководитель, и, соответственно, вся команда, то есть, как бы, под стать ему, то есть, как бы, они работают. У них участие во всех программах, которые предполагают получение грантов, финансовой поддержки и так далее, это уже в ранг такой вот, знаете, такой приоритетной идеи, то есть, как бы, потому что во всех, какую область ни бери, медицина, образование, значит, во всех они участвуют максимально. И задача всегда, то есть, как бы, стоит вот именно на победу. И плюсом дополнительно всегда это поощряется. То есть, если это краевого уровня, федерального уровня, она дополнительно для повышения мотивации еще с района поощряется. Поэтому здесь, конечно, может быть, Александр Владимирович, как бы, излишний так резок, то, что вот у нас настолько острый, да, на проблема есть. Но, опять же, говорю, где есть желание людей, есть стремление, то есть, как бы, как и во всем, ничего нового, как говорится. То есть, как бы, там эта проблема решается. Опять же, на примере своего округа в районе в одном, он самый маленький в моем округе, допустим. А вы стесняетесь называть их все? Вы знаете, я чисто из соображений, чтобы не обидеть вот своих избирателей. Да, потому что пример вот двух поселений диаметрально противоположный. То есть, как бы, два села выиграли гранты. Значит, они подразумевают и участие жителей в том числе, то есть, как бы, но максимально здесь доля, то есть, как бы, участие, это все-таки краевого бюджета. И когда одно поселение, то есть, как бы, асфальтировать площадку нужно возле школы, то есть, понимает, что это для их детей, для подрастающих поколений, они собирают буквально где-то по тысяче рублей со двора, и это все сжатые сроки, потому что программа там тоже есть этапы, то есть, на которые нужно тоже вовремя, то есть, собрать эти средства. Успевает все успешно. Второе же село, которое больше, допустим, населения, там нужно собрать буквально 300 рублей с каждого двора для того, чтобы отремонтировать сельский клуб. И тем более, что этот сельский клуб не просто какой-то, вот, там, от случая к случаю, где там что-то проводится, у них там замечательные коллективы, которые гастролируют по всему краю, они известны, на всякий край и даже за пределами. То есть, им площадка-то нужна? Им, конечно, нужна. И люди настолько, то есть, мне, я проводил личный прием граждан в этом районе, то есть, люди пришли ко мне в ожидании помощи, то есть, как бы, там, несколько десятков тысяч нужно дать, то есть, у меня первый вопрос, а почему жители? Ну, давайте, я говорю, мы своим примером, то есть, как бы, мы тут же, значит, внесли, то есть, посильную лепту в этот, я говорю, ну, вы понимаете, то есть, как бы, сейчас, чтобы другие собирали для жителей, чьи дети, они же сами будут туда ходить, то есть, как бы, вот такое отношение... Ну, какой, почему, почему жители ничего не делают в этом селе, почему они не хотят, я сейчас по-простому скажу, по-народному, скинуться, отремонтировать и жить хорошо. В чем проблема? Разные предположения, то есть, разные варианты, то есть, объяснений, то есть, как бы, ну, ни один из них неутешительный, понимаете, то есть, как бы, я всегда, то есть, как бы, противник такого вот отношения, такого потребительско-иждивенческого подхода, я его называю, к жизни. Да, кто-то дайте, пожалуйста, ведь это яркий пример вот этого вот программа того, что будет инициатива, почему она и называется поддержка местных инициатив. Есть инициатива, есть желание участвовать. Поможем. Пожалуйста, помогут, и помогают неплохо. Но есть другой момент, и все-таки хочу заметить, уже возвращаясь, кстати, Александр Владимирович, к вашему тезису, что все-таки софинансирование, оно предполагается. И районы у нас по доходам, я думаю, если вы посмотрите, есть, и здесь, я уверен, Ксения Викторовна, вы нам подтвердите, есть побогаче, есть победнее, а есть совсем не очень, да, соответственно. Не будем называть ни тех, ни тех. Не будем, я понял. Тем не менее, есть эта ситуация, да? Конечно, конечно. На ваш взгляд, учитывая, что вы тоже наблюдаете за реализацией многих программ, есть прямая корреляция с тем, что у района мало денег, и он не участвует в программах? Или это корреляции нет? Ну, тут, скажем так, разная ситуация. Да, программ, конечно, много, и будем говорить, что, да, правильно было сказано, какие-то районы участвуют. Участвуют в реализации этих программ, а какие-то районы нет. И, скажем так, в первую очередь, это, конечно, зависит от руководства и вообще от подачи. Насколько, так сказать, человек болеет, радеет за, ну, далеко ходить не будем, наши темы благоустройства, да, радеет за благоустройство, за свои дома, за свои дороги, за освещение. То есть, если мы видим, что глава района, жители активные, да, хотят, могут и принимают участие, то, естественно, это отмечается в первую очередь. Хорошо. Давайте мы с вами снова вернемся к городам и поговорим об одной важной, я считаю, программе, федеральной программе. Это формирование комфортной городской среды. У нас, я просто очень коротко напомню, если что-то скажу не так, я думаю, гости очень быстро меня поправят. Итак, программа рассчитана на пять лет. В этом году она только стартовала. Но уже из федерального бюджета к нам в край пришло 20 миллиардов рублей. Ксения Викторовна, не вру? Простите, простите. Вдруг, при бюджете 8 миллиардов, я очень хочу. Вообще, на Российскую Федерацию 20 миллиардов. На Российскую Федерацию, совершенно верно, да, 20 миллиардов рублей. Совершенно верно. Уже в этом году на всю страну. Ну, это все равно большая сумма, Игорь Ильич, согласись. Беспрецедентная сумма на эти цели. Беспрецедентная сумма. Еще 4 года она будет у нас продолжаться. Значит, сколько у нас пришло в край-то? А давайте уж точно, чтобы... Давайте, Игорь Ильич, вы нам скажите. Куратор программы. Значит, у нас на эту программу 567 миллионов рублей. Значит, более 90% у нас выделено, 516 точно миллионов рублей. Это с федерального бюджета. Скажу сразу, что все эти 20 миллиардов, то есть, как бы, они... Вот эта пропорция, то есть, как бы, разная в зависимости. То есть, как бы, вот, насколько финансовые возможности региона, допустим. У каких-то есть регионов, там, и 100%, допустим, федеральная составляющая, допустим. У каких-то 70%. То есть, как бы, для нашего края, то есть, как бы, это очень существенная, то есть, как бы, вот, поддержка такая для реализации этой программы. На сегодняшний день все средства у нас в крае. Значит, и вот... Процесс уже запущен. Да? Хорошо. Вы куратор этой программы. Значит, это... Очень интересная формулировка. Это партийная федеральная программа. Все-таки это партийная или федеральная программа? Ну, не совсем точно. То есть, как бы, вот, название вы сказали. То есть, изначально был это партийный проект, то есть, партия «Единая Россия», который назывался «Городская среда». Значит, «Единая Россия» фракция в Государственной Думе вышла с инициативы, с поправками бюджет, когда принимали. Значит, во втором и в третьем чтении. То есть, как бы, было поддержано правительством. Значит, президентом было поддержано. Значит, и вот после этой поддержки, значит, она вот трансформировалась уже в правительственный проект, который называется на сегодняшний день «Формирование современной городской среды». Значит, под который выделено в бюджете заложено 20 миллиардов рублей. При голосовании, значит, за эти поправки проголосовала только фракция «Единая Россия». Другие фракции не голосовали, значит, за эти поправки в бюджет. Поэтому на сегодняшний день, то есть, как бы, мы со всей ответственностью можем считать, что это наша программа. То есть, наша, эта программа? «Единая Россия». «Единая Россия». «За бюджетные деньги». «Формирование бюджета, Александр Владимирович, участвуют все фракции, насколько мне известно, которые у нас парламентские. Поэтому любая фракция может выйти с инициативой, отстоять, доказать, то есть, как бы, свой проект. И также может со всей ответственностью считать… У меня вопрос только один, а что ж они голосовали-то? Один. Нет, смотрите, как бы, потому что изначально все оппозиционные фракции понимали, да. То есть, та программа, которую называют партийной программой «Единая Россия», то есть, на самом деле, это федеральные деньги, то есть, это бюджетные деньги. Любая партия, на самом деле, находясь у власти, безусловно, будет тратить деньги на эти средства. Вопрос в том, как это будет подано, да. Мы считаем, что эти деньги должны идти, как бы, на данные цели и так, без вот брендирования. Потому что, когда мы говорим «партийная программа», вот есть «Справедливая Россия» на Алтае, построили 55 спортивных площадок по всему краю за деньги партии лично депутата Госдумы Александра Васильевича Терентьева. Это партийная программа. Когда мы плачем стипендии молодым школьникам, да, это партийная программа. Но когда берутся бюджетные деньги, то есть, и голосуются в виде поправок заранее согласованных, а потом говорят, что это партийная программа за федеральные деньги, мы против самой постановки вопроса, а не против программ. То есть, именно поэтому оппозиционные фракции проголосовали против. Потому что они понимали, что «Единая Россия» будет пиарить эти программы как собственные. Еще раз одну секундочку, я понял. Значит, суть, вот здесь очень интересный момент. Зачем нужны были поправки бюджета? Для принятия программы? Для того, чтобы Алтайский край, и не только Алтайский край, в том числе, да. Программа заработала по Российской Федерации. По Российской Федерации, конечно. То есть, фактически, «Справедливая Россия» сказал, в данном случае «Справедливая Россия», а не только «Справедливая Россия». Еще раз, эти деньги и так бы были в бюджете, и эти деньги и так бы пошли на благо населения. Другое дело, что эти деньги брендировали в виде этих поправок «Единая Россия». То есть, мы не против программы. Еще раз хочу, чтобы меня поняли. Программа-то хорошая. Программа отличная. Отличная программа. Вопрос в том, что эта программа брендируется. Когда я иду по Алтайскому госуниверситету, везде висят плакаты, буквально сегодня, городские программы, и тут же логотип «Единой России». Меня это, честно говоря, немножко смущает. Равно как и многих моих знакомых студентов. Возникает отторжение. Ребята, вы скажете, да, мы эти деньги в бюджете изыскали, но говорить о том, что это исключительно твоя программа, нам кажется, это морально-этически неверно. Я, насколько помню, изначально на бумаге, кто писал это все? Ну, это же «Единая Россия», собственно, и писал. Естественно, я же и сказал. Инициировала, писала. Я же сказал, что да, изначально была программа «Городская среда». И после этого президент поддержал эту программу и сказал, что деньги, проекты, да. Практика «Единая Россия» вышла с инициативой, то есть реализации этого программа. Я просто тогда... Программа партийная «Деньги-бюджет». Программа хорошая, да? Я еще раз говорю, что программа... Я понял, о чем вы говорите, но, Александр Владимирович, то есть в программе подойдем. Можно общественников войти. Изыскать в бюджете, то есть средства для реализации этой программы необходимы, понимаете? И когда другие фракции не стали голосовать, то есть, ну, извините, господа. Игорь Ильич, мы всегда находим в бюджете какие-то поправки. Например, когда в свое время в бюджете Алтайского края мы изыскали дополнительные деньги на спорт, там, лично я просил, я же не стал потом говорить, что это программа «Молотова». А кто вам мешал? А зачем? А зачем? Говорим об этом для того, чтобы люди знали, то есть, для чего эти деньги туда выбивались в бюджет, то есть, включались, на какую реализацию какой программы конкретно они пойдут. Потому что нам наказов масса была, то есть, как бы, кандидатом от «Единой России», то есть, всех уровней, то есть, на прошедших выборах. И для того, чтобы, скажем так, не откладывая в долгий ящик, уже конкретно сразу после выборов сформирована была эта программа «Городская среда» на основании наказов. На тех вот проблемах сконцентрированы были, которые наибольшие, то есть, как бы, максимальные, то есть, как бы, вот, получили, то есть, как бы, наказов избирательных. Игорь Ильич, так, ну, Александр Владимирович, давайте так, давайте так. Я, в целом, мне было интересно понять, собственно, вопрос у меня тоже вызывает иногда. Почему раз, видишь, какая-то программа «Единой России». В принципе, мне конкретно Игорь Ильич сейчас объяснил, за что большое спасибо. Но только два вопроса, но территорические, потому что нам надо уже дальше идти по теме. все-таки, когда вы говорите, что, ну, конечно, хорошо, когда ты партия у власти, кто мешает другим? Вот, это первый вопрос, да? Пожалуйста. Как проголосовали, то ты у власти. И второй вопрос, кто мешает потом вам говорить, что это, значит, поправка Молотова? Вам же никто не мешает, в конце концов, Александр Владимирович. Ну, давайте вернемся мы к программе. Значит, Дмитрий Леонидович, по вашим ощущениям, эта программа, которая направлена, ну, я, конечно, со своей позиции буду говорить и со своих эгоистических измышлений, в первую очередь, для меня она решает вопрос благоустройства придомовых территорий в простонародье дворы. Конечно, конечно. Это, значит, есть возможность благоустроить двор, не только, чтобы там была какая-то площадка, а чтобы было и травка зеленела, и клумбочки были, и качельки, и другие малые архитектурные формы. То есть, вот возможность того, чтобы эта программа дала. Вопрос другой. Мы все говорим, и мне интересно, один мужчина тоже, когда, ведь эта программа у нас с этого года, и многие к нам обращались, говорят, мы хотим попасть в эту программу. И приходили, рассказывали, вот как, что надо сделать. Ну, там есть определенные этапы, в том числе это и само активное участие. И люди-то, как бы, говорят, да, нам это интересно, но когда вопрос идет о софинансировании и непосредственном участии, возникает очень много проблем. То есть, один мужчина говорит, да. И все говорят, да, мы хотим быть в теме, но мы не хотим быть в доле. А здесь как раз и есть тот случай, когда государство говорит, ну, давайте, хватит быть тематичными, давайте участвуйте. А участвуйте, значит, активно и в том числе вкладывайте не только свои усилия, но и, возможно, какие-то финансовые расходы, потому что они действительно должны быть. То есть, так же устроена позиция гранта, да, то есть, если я участвую, то я участвую в том числе. Я понял, да. Хорошо. Ну, в этой ситуации давайте мы еще раз тогда обозначим, зачем, я скажу таким прямым народным языком, Игорь Ильич, Коля, что вы сказали, что партийная программа. Да, вопрос к вам. Зачем вынуждать людей, именно вынуждать людей платить деньги? Ведь фактически, конечно, действительно все хотят иметь хорошие дворы. Дорогие друзья, я думаю, все абсолютно. Но хорошие дворы у вас будут тогда, когда вы сами раскошелитесь. Именно такая позиция. Не будет от вас денег, у вас не будет хороших дворов. Фактически, это так выглядит. Можно я скажу, все, что бесплатно, все от беса. Вот, собственно говоря, наверное, действительно так. И ведь мы же с вами постоянно видим эту ситуацию, что просто досталось, то просто ушло. То есть, я вот, когда пытаюсь донести эту информацию, всегда говорю о том, что люди, уважаемые, вы тогда будете собереживать, что вы потратили хотя бы небольшую копеечку, но будете осознавать, что она там есть. И вот, наверное, этот момент, он в какой-то степени стимулирует. Возможно, психологически даже. Возможно, даже и не только так, но и стимулирует в том, чтобы люди осознавали происходящее событие и активно участвовали. — Ну, с другой стороны, отчасти я соглашусь, потому что когда человек подходит к дому и видит, что на его скамейке кто-то не очень законно распивает спиртные напитки, и он понимает, что в том числе он за эту скамейку заплатил, тут, наверное, будет у человека другая реакция, да? — Или на травке будет валяться мусор, который он вложил деньги за эту травку, да? То есть, Максим, вот абсолютно согласен со своим коллегой, потому что вот порой иногда на встречах я проехал, вот встречи провел во всех 11 муниципальных образованиях, где у нас в крае реализуется этот проект, значит, иногда люди не понимали и приходилось даже, ну, извиняюсь, если цинично будет звучать это, я им объяснял, что именно через карман мы воспитываем бережливое отношение к вашему имуществу, ведь не надо забывать, говоря сегодня двор, да, допустим, там и что расположено, это входит в состав общедомового имущества, которое по законодательству на сегодняшний день, то есть бремя содержания которого лежит на собственниках. И очень часто, то есть, как бы, вот этот вот подход иждивенческий, то есть, как бы, он, ограниченность людей не дает им понять, то есть, как бы, что действительно, вот, как сказал Дмитрий, это же за их деньги, понимаете, это все держится, содержится, то есть, как бы, и на сегодняшний день просто вот эта вот программа, то есть, как бы, в том числе и дает толчок, то есть, как бы, чтобы люди поменяли свое отношение, ведь программа у нас, как вот вы сказали, она не обязательно в условии, что надо вкладываться деньгами, то есть, как бы, она состоит из двух частей. Есть минимальный перечень работ, то есть, как бы, который не включает в себя обязательного условия, то есть, как бы, софинансирования. Вот. Извините, да, примеры привести какие-то. Это у нас, да, минимальный список в себя, он включает это асфальтирование, то есть, дворового проезда, это скамеечки, это урны, это освещение. И есть дополнительный список, значит, его условия обязательно, это участие софинансирования, либо трудовое участие. Понимаете, даже здесь альтернатива дана, то есть, как бы, если нет возможности, то есть, как бы, там, заплатить, поучаствовать, то есть, как бы, можно трудовым участием, то есть, как бы, но я все-таки сторонник того, чтобы все-таки они финансово участвовали, то есть, как бы, И дополнительный список, он сюда уже более расширен, он включает дополнительные парковки, контейнерные площадки, детские площадки, спортивные площадки, озеленение, обустройство дренажных систем, то есть он достаточно расширен. Хорошо. Мне, кстати, очень понравилась ваша цитата, великолепная, Ксения Викторовна. Год назад было сказано в одном из сел как раз по программе благоустройства, в том числе... Конкурс по благоустройству. Конкурс по благоустройству, совершенно. Но цитата была прекрасная. О том, что село может прирастать и должно прирастать благодушием соседей. Ну, то есть, когда мы иными словами, вот, период, на такой простой сухой язык, да, когда мы с вами понимаем, что вот мы с вами соседи, вот, втроем, в пятером, мы должны не каждый по норкам сидеть в своих домах, да, или квартирах в данном случае, а мы должны понимать, что это не просто мой отдельный дом или моя отдельная квартира, это мой двор, это мое село, это мой город, и только вот вместе мы можем что-то в итоге сделать. Сделать. При этом еще надо отметить, Ксения Викторовна, что вы же ведь, в том числе, через вас приходит огромное количество документации по этой программе, верно? Да, просто очень огромное. Ну, справляетесь, я надеюсь? Конечно. Нет такого слова, что мы не справимся. Мы обязательно выполним эту программу в лучшем виде. Вы сейчас говорите за край именно, что с позиции края программа будет реализована, но здесь вот очень важный момент прозвучал, что инициатива граждан должна быть правильной, более того, граждане изначально должны были говорить, мы хотим, мы готовы, мы хотим, и мы хотим сделать конкретные шаги, то-то, то-то и то-то. По вашим ощущениям, все-таки эта инициатива снизу, она идет? Конечно, идет. Сложно так сказать, с какого города больше, с какого города меньше. Нет, не обязательно. Общая ситуация по краю. Но общая ситуация такова, что в первую очередь при отборе тех же самых дворов, при выборе работ тех мероприятий, которые нужно выполнять на том или ином объекте, естественно, в первую очередь мы смотрим на активность жителей, на их желание, на их готовность финансово, либо трудовое участие. И на что они готовы пойти? Если готовы они выйти, провести не один субботник, как планируют. Как это обычно происходит? Вышли после зимы и подмирились чуть-чуть. Если они готовы принять некое, не то что посильное участие, а выйти, помочь, посадить те же деревья, покрасить бордюр, естественно, это в первую очередь нами оценивается очень высоко. Хорошо. В целом, реакция, дорогие друзья, ну, здесь вот у нас Ксения Викторовна обозначила, да, свое ощущение, когда через нее проходит документация. Я думаю, что, Александр Владимирович, и вы со своими избирателями где-то что-то обсуждали, говорили, вообще, насколько действительно вот эта вот волна инициатив поднимается? Нет, на самом деле я хочу сказать, что сама вся эта программа, она очень в духе вообще вот самой идеи концепции местного самоуправления, то есть самоуправления. Как все изначально издумывалось. Оно предполагает инициативность, естественно, местного самоуправления, то есть власть на местах отходит от населения. И в этом смысле я прекрасно как бы понимаю и поддерживаю программу. Но есть один очень важный момент, и вот как раз мы с избирателями его проговариваем. То есть когда мы говорим о софинансировании, да, или о необходимости трудовых затрат, проблема в чем? То есть есть дома покрепче, побогаче, поновее, там и люди живут на самом деле побогаче, финансово самостоятельнее и помоложе. А самые-то убитые дома, там обычно кто живет? Там живут малообеспеченные, там живут старики, пенсионеры, у которых нет возможности ни финансово софинансировать, ни каким-то физическим трудом, ресурсами помогать в реализации программы. И эта проблема, на самом деле, вот она не решается. Об этом люди нам говорят. Я только одно хочу сказать, что если... То есть на ваш взгляд, те дома, которые не очень крепкие, те дома, где живут не очень... Так тут прямая корреляция. Чем хуже дом, тем беднее люди, которые там живут. Да, беднее люди. То есть, соответственно, на ваш взгляд, как можно решить эту проблему? Чтобы государство дополнительно выделяло деньги для них? Слушайте, ну тут сложно как бы сказать, на самом деле. Действительно, нужно каким-то образом, видимо, дифференцировать эти вещи. Но как это сделать, юридически... У меня просто один момент, два даже момента, два пункта. Это же программа «Единая Россия». Александр Владимирович, слушайте, я можно сейчас... Давайте я поясню. Хорошо, я сейчас скажу, и мы сейчас к вам. У меня один момент только возникает. Что если кому-то начнут больше помогать, то у остальных возникнут вопросы, простите, о чем я хуже? У меня тоже две ноги, две руки. Это первый. А второй момент, вот именно, очень важный момент. Уже было сказано не единожды, не можешь платить, выходи, руками, ногами, работай, помогай. В чем проблема? Погурки в 80-летнем, да, крышу крыть или что-то. Ну, у нас же... Вы понимаете, Александр Владимирович, вот здесь интересный момент. У нас же дома, которые старые, там поголовно живут 80-летние бабульки. Ни одних людей, ни одного человека нет, кто в трудоспособном возрасте может выйти и что-то сделать. Ни одного. Все бабульки. Ну, это понятно, конечно. Можете пояснить, пожалуйста, Игорь Ильич? Да я не соглашусь вот с Александром Владимировичем, потому что вот хочу сказать, особенность этой программы в том, что она достаточно очень демократична, сам подход демократичен. В чем это выражается? Во-первых, как отбирались дома вот по заявкам, то есть как бы в каждом муниципальном образовании, то есть это так, условия 169-го постановления правительства, то есть которым регулируется субсидирование на эту программу, значит, были разработаны муниципальные программы. И была разработана бальная оценка, то есть каждый, допустим, пункт, он отдельным баллом, значит, там были такие критерии, значит, как платежная дисциплина, значит, активность, возраст домостроения, хочу сказать, и чем больше возраст домостроения, тем больше баллов получала заявка, значит, этого дома. Вот такие, понимаете, основные, то есть и насчет платежеспособности людей, такого критерия, ну это, конечно, был бы абсурд, этого не было, вот скажу вам. Я сам участвовал в работе общественной комиссии нашего краевого центра Барнаулу, значит, здесь, и могу вас смело замерить. То есть вот именно по таким критериям, то есть, как бы, если люди даже не располагают какой-то финансовой возможностью, то есть, но они ответственны, вот если мы говорим о старшем поколении, допустим, сейчас, да, которые, естественно, ограничены в средствах, допустим, но они, как правило, значит, вот коллега подтвердит, это наиболее ответственная категория людей. То есть, как бы, да, дисциплинированная в финансовом плане, то есть, как бы, вот по платежам коммунальным и так далее. И активно. И большинство, вот у нас, кто приходил, вот с заявками, значит, на комиссию, конечно, большая часть это люди старшего возраста, которые представляли домовые комитеты. Поэтому не соглашусь, вот с Александром Владимировичем. Можно я добавлю? Добавлю, мы говорим о малоимущих. Я говорю малоимущие, если это люди ответственные, дисциплинированные, это и их касается. На самом деле есть примеры достаточно большие, где в доме, ну, части, как обычно, первых этажей это нежилые, а дальше у нас люди, которые возраста уже за 60-е дали. Но, на самом деле, даже один человек может реально перевернуть все. То есть, достаточно ему выйти своим личным примером, продемонстрировать ту же клумбу, те же цветы, которые, может быть, он растил на даче, но у него лишним они оказались, он взял, вот еще сюда. И вы не поверите, как придет, следующий говорит, у меня тоже что-то осталось, да? И вот эта цепная реакция на личный пример, она, в общем-то, дает возможность проявить активность даже пусть не всему дому, а трем-четырем человекам. Ну, это история про то, что надо начинать с себя, да? Да, да. Владимир Владимирович, а вот вы честно верите в то, что человек, вот в рамках конкретно этой программы, которая пять лет продлится всего лишь навсего, вот он сейчас с себя начнет, в эти пять лет уложится, и весь дом как соберется в едином порыве, и они выйдут и сделают двор. Вы действительно в это верите? Я верю, я верю, что люди, если будут участвовать в этом софинансировании и построят там, они просто зальют асфальт, да, мы говорим о каких-то серьезных моментах, клумбы, какие-то детские качели, там, площадки, они будут бережно к этому относиться. Я так полагаю, что дальше вопрос поставится о том, что надо их и сохранять, и значит вопрос станет, а видимо надо и может решать вопрос о том, чтобы чинить их, то есть и здесь некоторые говорят, а так мы дальше-то, получается, через некоторое время должны будем в текущее содержание поднимать, то есть мы же улучшили сейчас свой двор, да, а дальше его надо содержать, то есть по всей видимости затрат пойдет больше, значит они предполагают, что дальше будут затраты. То есть, если люди продвинуты в этом плане, они даже на это готовы. То есть, это значит, что с дальним прицелом люди ведут их. Хорошо. Мы с вами очень, я думаю, хорошо разобрали момент по поводу инициативы граждан, по крайней мере, в рамках этой программы. Но возникает вопрос, Тиня Викторовна, к вам. Вы заметили, что со своей стороны, как я вас правильно понял, край все усилия приложит к тому, чтобы программа была реализована, правильно? А в чем ваша роль заключается здесь? Потому что пока что у меня создается ощущение, потому что у наших телезрителей тоже, что здесь исключительно теперь все зависит от людей, от жителей. В этой связи у меня вопрос. Край. Ну, далеко ходить не будем. Наше министерство определено как орган исполнительной власти, ответственным за реализацию этого проекта в регионе. Дополню уже к тому, что было сказано, что помимо федеральных средств у нас, естественно, есть краевое софинансирование в объеме 9% от той суммы, которая выделена. На уровне региона приняты все необходимые документы, все нормативно-правовые акты. И уже на сегодняшний день есть программа по реализации этого приоритетного проекта. Буквально вот несколько дней Минстроем России запущен модуль в системе ГИС ЖКХ. Наверное, все слышали уже это новое слово. И ведется наполнение этого модуля информацией. То есть любой житель в свободном доступе может зайти на сайт и посмотреть, в каком городе, в своем городе, в своем дворе, например, что будет делаться и в какие сроки. И фотоотчеты, да? Конечно, конечно, фотоотчеты. Прямо социальная сеть сейчас какая-то. Фотоотчет обязательно, выложить фото. Я так полагаю, что это обязательная атрибута программы. То есть я не просто должен взять деньги, но и показать. А как показать? Посредством фотоотчета, да? Конечно, требования современного мира сейчас таковы, что все подтверждается. И мы это увидим с вами. Поэтому, я думаю, заразимся. Максим, у нас на сегодняшний день органы местного самоуправления очень активно включены в эту программу. Потому что сейчас очередной этап, в чем он заключается? После того, когда произошел отбор заявок, сейчас формируется техзадание на проведение конкурсов. Потому что, естественно, будет выставляться по 44-му федеральному закону это все на конкурсной основе для определения подрядчиков, кто будет реализовывать это все. Это все действительно открыто. СМЕТы проверяли у нас наше краевое учреждение, Центр ценообразования. Это обязательное условие профильного министерства было. Каждая заявка, то есть у нас 302 дворовых территории отобрано из 474 поданных заявок. Все вот эти 302 СМЕТы были проверены специализированным учреждением. И каждый этап, и программа, и условия обязательно. Это участие жителей. В том числе, когда она в активную фазу перейдет, когда уже непосредственно с июля месяца будут производиться работы, обязательно с участием жителей. У нас следующая, допустим, предполагается работа уже с домовыми комитетами. То есть мы совместно с ними будем обсуждать, приглашать тех старшим по домам, домкомов, и обсуждать, каким образом будем осуществлять контроль. Куда они могут обращаться, и в партию «Единой России», в том числе, и в органы местного массового управления, для того, чтобы контролировать качество выполняемых работ, соответственно, сроки, чтобы у нас особенно вот такие виды работ, как асфальтирование, были сделаны, то есть как бы в летний период, естественно, чтобы мы не ушли, то есть как бы уже в осень и так далее. Поэтому жестко контролируется. Скажу прямо, значит, еще для того, чтобы уровень ответственности, чтобы понимали, то есть в соответствии с постановлением правительства персональную ответственность, личную ответственность несет высшее должностное лицо региона. А сам баланс шикарный. Это в каждом регионе так закреплена ответственность. Поэтому я подтверждаю то, что говорил Ксения Викторовна, то есть программа будет выполнена обязательно. То есть на ваш взгляд программа устроена таким образом, что все, в теории, по крайней мере, все максимально сбалансировано, практика сейчас, безусловно, покажет, насколько это все хорошо будет. Безусловно, от федерации и до, что самое главное, органов местного самоуправления и до самих жителей. То есть каждый несет свою ответственность. Буквально несколько секунд. Еще обязательное условие программы, то есть это участие жителей на всех этапах, то есть начиная с начального, то есть то, что у нас президент в своем послании говорил, то есть обязательно с учетом мнения жителей, то есть почему это в такой форме, то есть определялось, то есть через заявки, то есть это уже не чиновники на местах определялись, какой двор они хотят делать, да, а вот именно через подачу заявок. Заявление о жителе, да, безусловно. Ну вот вот эту фразу, я, наверное, сейчас за нее и ухвачусь, потому что участие жителей, оно обязательно. И, дорогие друзья, хотелось бы в итоге закончить то, с чего мы начинали. Странно думать, что кто-то другой должен отвечать за наши подъезды, дворы, улицы. Это, конечно, наша с вами ответственность как жителей. Самое меньшее, что мы можем сделать, ну, это, например, ходить на муниципальные выборы. Но согласитесь, многие ведь и туда не ходят. Это была программа «Жесткий разговор». До новых встреч. До новых встреч.